Сегодня я не хочу рассказывать, а хочу задать несколько вопросов и обсудить. Появилась тема, на которую давно размышлял и сталкивался несколько раз при обсуждениях в интернете с биологами. Тема, отличается ли механизм от организма. И последний раз, где я столкнулся с автором книги «Логика случая по природе и происхождению биологической эволюции» Кунин, биолог наш, российский, но живущий, работающий в Штатах, написал очень интересную книжку. Но у него была одна фраза в этой книжке такая, значит, «Любой репликатор является формой жизни». Вот мы с ним немножко пообсуждали, он стоит на этом. Что значит, репликатор? Репликатор – это воспроизводящий себя. Это репликация воспроизводящей. То есть он считает, что если что-то, мы наблюдаем, воспроизводящая самого себя, реплицирующая, это значит уже некоторая форма жизни. Ну, например, это кипящий чай. У тебя снизу всплывают пузырелки и начинают... Можно придумать, я ему тут же придумал другой вариант. Вот есть программа, элементарно, она себя копирует на Винчестер и запускает. Вирус. Вирус, да. Вирус просто программный. С вирусами тут начинаются сразу ассоциации с вирусами обычными. Что типа они тоже неживые и полуживые. Вот с программой, да. Вот репликация программы. Потом я приводил пример уже тоже с другим человеком. Спорим, говорит, вот если есть машина, какая-то сложная-сложная машина, я не знаю, что это. Но если я вижу, что она воспроизводит само себя, значит для меня это живое. Я говорю, да, хорошо. Вот, пожалуйста, у нас есть автоматизированный комплекс, воспроизводящий машины, автомобили. Сложные, да. Или, например, у нас есть 3D-принтер, который печатает компьютер. Или само себя. Печатает компьютер. Вот. И теперь мы берем и меняем программу. Он начинает печатать 3D-принтеры, и автоматизированный комплекс начинает собирать само себя, такие же выпускать. И что, мгновенно, вот было не живое, стало живое. То есть и вопрос звучит так, я сформулировал наиболее точность, на мой взгляд, и образно. Живет ли живое, или только размножается? Или живет ли живое между рождением и смертью? То есть если мы принимаем, что жизнь это лишь компликация, то тогда никак на промежутке между рождением и воспроизводством не можем отличить живое от неживого. Конечно, да. Это да, да, ведь не можем, конечно. Ну а если, скажем, мы в пробирке получили... Человек, самое главное, неживое. Только во время балового акта. Да, да. То есть мы получили в пробирке нечто, да, и оно не размножается. И тогда получается, что вот это вот нечто, которое делится там клетки, антогенез, воспроизводится, все, да, и получается, что это неживое тогда. То есть я привожу пример, говорю, что вы впадаете в такую же ошибку, в которую впал Эмпель в свое время. Что если каждому живому присуще белковое существование, то мы можем сделать вывод другой, что такое жизнь, это белковое сосуществование. То есть там, где есть белки, там есть и жизнь. Но это же неправильно. И тут то же самое, что если мы знаем, что все живое необходимо размножается, то из этого делается вывод, что размножается, то живое. То есть да, это необходимое свойство живого размножения, но он не получается достаточным. Мы можем привести огромное количество примеров реплицирующихся вещей, мы скажем, та же программа реплицируется, или может механизм какой-то реплицирует, производит себя. Но можем ли мы назвать их живыми или нет? То есть вот можно ли отличить живое от неживого, вот просто вот смотря на это нечто передо мной. Вот передо мной некая машинка, и передо мной кошка. Вопрос ставится более сложно. Так, можем ли мы отличить механизм от организма? Вот есть ли такое различие? Ну вот если брать Канта, то он предлагает рассматривать, что живые существа, да, они имеют целесообразности внутренние, в отличие, скажем, от неживого. То есть неживое, оно как бы хаотично, а живое имеется целесообразность. Но опять же к механизмам это тоже можно применять. Ну скорее всего нет, скорее всего нет. Собственной целесообразности у механизма нет, если только не вложено создателем. Это раз, а во-вторых, я бы, это действительно еще один необходимый признак. То есть клетка с необходимостью приходит к делению. И не как механизм, а как, а может и не прийти. Но является ли это определяющим признаком? Опять тоже непонятно. Это один из признаков. Целесообразность имеет в виду в том, что животное, и все-таки оно в этом мире как бы преследует некие цели. Даже если эта цель инстинктивна, то тем не менее она как бы перемещается, да, что-то делает из себя, как бы, и постоянно подстраивается под какую-то там жизнедеятельность. Ну, то, что, если это переходить на нейрофизиологический язык, академика Анохина, теория функциональных систем, что причиной поведения организма является некая цель, некий результат в будущем всегда. То есть цель и полагание идет в будущем. Это не разумно даже, а именно просто биологическое, биологическое целеболагание. То есть, скажем, когда инстинктивно роется нора, то цель в будущем она, вот нора, или идет охота, да, то цель всегда в будущем, и цель идет вот где-то вот всегда, если убегает жертва, то охотящийся хищник тоже движется за ней, то есть, и что, в принципе, можно заложить и в механизм, ну, самонаводящуюся ракету, можно, но это не является, как бы, отличительным признаком механизма. Что еще я могу сказать по поводу механизма и организма? Если механизм нам дан в некий момент времени, вот он целиком нам дан, механизм, да, и мы его исследуем абсолютно, вот все по винтикам, все построили, всю схему, то он нам дан всегда вот здесь весь целиком. И он работает, остановился, работает, остановился, он всегда является тем, чем он есть. Механизм даже действует на себе в каждый момент времени, полностью определен в каждый момент времени. Для него понятия жизни не существует. То есть, нечто... То есть, человек должен сам себя не модифицировать? Нет, это не касается даже модификации, то есть, даже если не рассматривать антогенез, если не рассматривать... Кстати, механизм, который, если выпадает снег, там, например, ставить себе лыжи, если... Но это у него все, у него все это заложено изначально в его механизме. То есть, конечно, можно при самообучающейся механизме запрограммировать, да, вот, но эта самообучаемость тоже в нем заложена. Я хотел... А у нас... Я немножко хотел сказать о другом, не о самообучении, я хотел именно акцентировать внимание на том, что вот механизм полностью описан в момент времени. Вот полностью. Вот мы берем его чертеж, да, мы, скажем, по механизму остановленному сделаем весь чертеж, и полностью его опишем, все его возможности, все, что может он делать. У организма это невозможно сделать. У организма вообще нет моментального среза, которому вот можно по нему описать все. А разве у механизма есть и программное обеспечение какое-нибудь есть? Как мы его это узнаем? Ну, пожалуйста, мы просканируем диск, и узнаем программное обеспечение. Оно все, оно все есть, вот, оно вот все есть, там ничего нет, ничего другого. Это только потому, что мы творцы, на самом деле, механизмы. Если вы представьте, механизм инопланетный, мы не знаем, как он работает. Нет, если мы, вот признак такой, если мы берем нечто, останавливаем это в моменте среза и начинаем изучать, если мы по этому срезу описываем все полностью и больше ничего нет. Так мы же не знаем, есть или нет. Ну, как же, вот мы берем этот компьютер, мы его полностью описываем, а потом запускаем, и выясняем, что ничего другого не появилось. То есть, если мы его остановим, он будет живым? Вот если это был организм, нет, вот если был бы организм, его остановили, мы по этому остановленному срезу, мы не можем описать ничего. Ну, почему? Трудно. Нет, нет. Мы проверили, говорят, что они живые. Ну, в смысле, что это живые. Нет, мы получим труп. Да, но мы же можем сказать, что он был живой когда-то. Если мы знали, что это, что были живые. Мы, допустим, не знаем. То есть, наша задача, вот в момент, в какой-то момент времени, отличить организм от механизма. Можем ли мы это сделать или не можем? То есть, должны ли мы считать, что организм – это всего лишь сложный механизм? И, кстати, эта тема очень древняя там, что организм – всего лишь сложный механизм. Да. Это очень древняя тема, там, еще в античности. Почему? Потому что, если мы механизм остановили, положили на полку, пролежал он там 10 лет, мы достали, впустили, и он тот же механизм. Организм – это есть понятие жизни, да? Мне говорят, что, ну, допустим, вот сердце, оно живое или мертвое? Мы его заменили искусственным сердцем, и, пожалуйста, значит, никакой разницы нет. Но это функциональный подход. Сердце – это когда-нибудь живое, без визу. Есть живые существа, которые находятся в анабиозе несколько лет? В спячку впадают, да. Вот. Это интересно. Я тоже над этим много думал. Ну, то есть, возможность запуска заново жизни, то есть, ну, они, скажем так, но они отличаются, когда они в анабиозе, от тех, когда они живые. То есть, мы можем это отличить. Вот, а механизм, скажем, вот этот компьютер, лежит ли он на полке 10 лет, или он только что выключен, или работает, даже мы это не отличим. Ну, допустим, вот мы мгновенно остановили, мы отличим, он работает или не работает сейчас. То есть, вот мы остановили. Нет, непонятно. Нет. Но они лежат 4 года в анабиозе. А, но они по этому не умирают. Но они не умирают. Но это тогда механизмы. То есть, есть некий… А, это животные. Нет, он не живой. Но он не живой в этот момент. Он не живой. А почему вообще противопоставление механизма и организма есть? В каком-то смысле организм и механизм? Нет, я объясню, почему есть. Если мы говорим, что организм это всего лишь сложный, нам нужно объяснить, что такое жизнь, отличается ли она чем-то, вот биологи вот так вот закрылись себе глаза на эту тему и все, они изучают конкретные какие-то механизмики, какие-то гены туда-сюда, все, она целиком, уж они наелись в свое время всяких интелехий, всякого новогенеза, всякой эмерджентности, и они от этого бегут, потому что было принято в начале 20 века живое объяснять именно как наличие нечто такого-то, какого духа живого там, а поскольку он не дается в изучении, то они поэтому поставили крест, изучают конкретные взаимодействия конкретных маленьких элементиков, а вот целиком, как живое, они не могут сказать, что это такое живое. Психология изучается целиком? Нет, 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 психология это, мы говорим о биологии только. Психология это уже как? Это уже отдельно. Другой уровень. Для чего нам нужно разговаривать про организм? Если мы считаем, что есть некий механический конструкт, и организм это только сложнее, тогда мы никак не перейдем дальше к разуму. То есть нам как бы понятно, что вот был костное, живое, разумное, да, что это некая вот такая вот цепочка, что разумное появилось как на живом. То есть разумное не на костном, а на живом. И значит, вот это живое, живое, биологическое, оно чем-то отличается от костного. Значит, для того, чтобы понять, что такое разум, нам нужно понять, что такое организм. Или наоборот, мы исходим из того, чтобы мы как-то определяем организм, это то, что есть разум, а не наоборот. Ну, мы можем все представить, что аммега неразумна. Ну, представить-то мы можем. Что-то первичное, разум в живом или живое в разуме? Если говорить о локальной жизни, здесь нужно различать еще жизнь как явление и локальный организм. Вот локальный организм может быть неразумным. А в целом жизнь... Как это может быть неразумным? Нет, ну давайте разум не трогать. Это не в тени. Это критерий, получается. У нас единственное, что называется, что общая точка, это определение живого. Все базируется на том, как мы определим, что такое живое, так и будем дальше рассматривать. Ну да. То есть мы либо определяем, что вот оно живое, а это не живое, либо наоборот, критерий живого. Вот реально предлагающиеся критерии, это то, что реплицируется, то живое. Ну, привести несколько примеров про программы и про механизмы, которые воспроизводят себя, и неадекватность этого определения ясна. Ну, насколько я понимаю, в принципе, мы пока на данный момент не можем определить, чем живое отличается от ничего. Нет, вполне возможно, что сам понятие живого, оно не является ложным понятием. Ложно. Да, вполне возможно. Но если мы все-таки отличаем вот машинку от кошки... Да, машинку от кошки мы отличаем. Так же, как отличаем черное от белого. Нет, мы отличаем, что это разные принципиальные. Если эти штуки, мы будем пытаться компьютерный вирус отличить от просто вируса, мы тут встанем. Как же вирус? А компьютерный вирус... Нет, ну, все-таки, давайте все-таки говорить о том, что феноменологически это разное. Вот и надо понять, как можно это вывести на консультальный уровень. Можно ли консультально предложить какой-то критерий? Я-то мой вопрос интересовал. Ну, консультально у меня есть один критерий, который я считаю, что механизм полностью можно описать в момент времени. Ну, я говорю, ну, это, возможно, частный случай того, что мы творцы этих механизмов. Нет, 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 нет. Любой механизм, даже инопланетный. То есть, по определению, если мы берем нечто, изучаем и полностью его описываем, вот полностью работу описываем, запускаем, и ничего нового не появляется. А, плюс еще, есть такой момент, что механизм, механизм обратимо. Любое состояние механизма всегда обратимо. Он всегда может вернуться в любое из своих состояний. Я вас, кстати, нет ничего подобного. Механизм? Ну, да. Есть теория, которая, ну, сейчас я просто не готов... Нет, мы не терминамику рассматриваем. Термодинамика один из элементов, которые существуют в механизме и в организме. Нет, термодинамики в механизме нет. Как это? Очень даже просто. Вот есть некие... Ну, халатинги, я же не знаю. Нет, ну, мы рассматриваем, то есть, там используют термодинамические какие-то штучки. Мы говорим о том, что, вот, есть, берем, естественно, есть переход. То есть, естественная обращенность в ленте. Т на минус Т меняем, ничего не меняется. А механизм, механизм, пожалуйста, мы надо назад впрутили, механизм, что машина вперед, что назад одно и то же едет. И любое состояние... То есть, в машине... В компьютере это не так, на самом деле. Почему есть? Можно обратно запустить программу и все. Нет. Любое состояние компьютера мы всегда можем повторить. Любое состояние. Нет такого состояния, которое было бы уникально, потом нельзя было... Какой-то смысле, по-моему, и в организме, наверное, может быть в любом состоянии. Нет. Нет. Принципиально невозможно. Ну, во-первых, есть энтогенез. Ну, здесь я соглашусь. Ну, понятно, что мы можем придумать какие-то, там, примеры, механизмы. Нет, механизмы... То есть, несмотря на это... Всегда есть сложные какие-то, да, сложные механизмы, которые есть программичные. Мы берем чистый механизм и чистый организм. То есть, есть действительно, мы там можем обсуждать, здесь у нас цикл Корно, здесь у нас не цикл Корно. И, кстати, по целеполаганию, теологичность, именно в организме всегда есть стрела времени, а в механизме нет стрела времени. Я соглашусь, да, это действительно так, что есть какое-то живое. Интересно. Да, это действительно так. Вот у нас, например, мы же разбирали там сколько, три недели назад, Николай Козырев, он как раз и говорил, что живое, вот. А за другой стороны, тот же завод по производству автомобиля, но обратно не может разобрать машину. Да нет, это частности. Он в любой момент, здесь не идет речь о том, что если я разбил компьютер, его собрали. Я бы еще сказал ниппель, а на кой накачал? Да, ниппель, а назад и туда дуйся. Да, нет, здесь вопрос в том, что любое состояние завода описуемо, и всегда можно в это состояние его вернуть. Но только в одном случае нельзя, то есть вот завод как механизм, но есть завод как организация, как бизнес, а это уже организм. То есть если это бизнес, то это организм, потому что бизнес имеет свое начало, свое развитие, и мы никогда не вернем, ну, самый успешный вариант бизнеса, потом охлаждение бизнеса, это уже организм. Это тоже будет штука, которая будет нас выводить от этого вещи. Вот с организма вот как? Вот Козырь, например, говорит, что мы могли накапливать так называемое время, которое обладает плотностью. Да, да, вот организм отличает... В живых существах оно накапливается. Оно накапливается, то есть... То есть это действительно не какое принципиальное отличие. Скажем, берем тоже бабочку, да, мы где, то есть берем мы паровоз, он паровоз в любой момент паровоз, а мы берем бабочку, у нее есть куколка, яйца, кокон, бабочка с крыльями. Где вот она, организм? Можем ли мы по бабочке, по червю, по гусенице определить, что она превратится потом в бабочку? Ну, то есть я скажу, что можем, конечно. Ну, можем, может быть, да. Но такое точно такое же цепление мелоча, как храповики, темодинамические машины какие-нибудь. Ну, скажем так... Скажем так, определение жизни бабочки для паровоза разное. Паровоз в течение своей жизни, грубо говоря, стареет, развалит. Давайте не путать. Это не жизнь, он не живой. Почему? Вы изначально сразу подходите к двум вещам, уже изначально предполагая, что живой, а что нет? Нет, да. Мы подходим к паровозу бабочки, вы сразу говорите, это живой, это нет. Мы, значит, феноменологически понимаем. То есть мы, как бы, вот спрашиваем у ребенка, паровоз живой и бабочка, кто живой? Он показывает. Нет, и ребенок не показывает. Нет, ну я говорю уже просто ребенок, я не говорю... Так просто ребенок, он уже воспитан, а должны ему сказали. Да, все понятно. У нас нет, у него нет. У нас задача. Потому что раньше, когда он сталкивался, это всего лишь культурное различие. У нас задача. То есть у нас есть некое различие, которое у нас сидит уже, да? И мы задаем вопрос. Если что-то... Я не знаю, что это культурное различие, но оно является существующим. Я понимаю. Поэтому мы не говорим о паровозе живой, потому что мы не называем его живой. Просто он по козырил, получается, у него тоже какая-то субстанция какая-то получается жизни. Вот так у него получается. То же самое, что эти ребята говорили об антилехии, об чем-то там, еще о чем-то там. Я бы, знаете, еще что отметил в жизни, важное чувство такой коллективности. Там у нас разных уровней, на уровне клеток, на уровне как бы отдельных там сообществ. Ну, кулак, мы же должны на уровне одной клетки понять, что живая... Это замечательный пример, фантастический, правда, солярисовая лима. Это единственное существо, единственное в своем роде, и, безусловно, на уровне живой. Жилья себе. Нет, дело в том, что любое живое существо, как ни странно, состоит из многих живых существ. Ну, как это, исключая там клетку, конечно, там. Просто вот эта вот коллективность, это другая сторона понятия воспроизводимости. Да. То есть вопрос, кстати, воспроизводимости, вот, репликация. То есть, как правильнее поставить? Мы должны понять, что такое живое, и из этого выяснить, что оно обязательно должно реплицироваться. Вот как такое живое, оно... Либо наоборот, мы должны сказать, а все, что реплицируется, то живое. Вот с точки зрения научного, скажем так... Философского даже больше подхода. Правильнее, наоборот, понять, что такое живое, и понять, почему оно реплицируется, а не наоборот. Да, здесь козырешь, которые такие странные вещи, что вот у нас есть энтропия, что у нас все время разрушается порядок, все становится приблизительным. Раз есть такой процесс, должен быть обратный ему процесс. Этот обратный процесс, живое, именно то, что делает живое, научилось внутри себя накапливать. Это делает его живым. То есть механизм только распадается. Все, что мы сейчас рассматриваем, все эти примеры, это, в смысле, чисто феномиологические примеры. То есть он живой, только на уровне проявления его в объективном мире. Ну, конечно. А если рассмотреть, то есть ли это тоже кантовские категорические императивы, которые есть в человеке, независимо от того. Они есть внутри, человек рождается уже вместе с ним. А единственный, который императив, который имеет направленность, это время, опять же, он превращает. Просто здесь все время проблема в том, что люди Козырев и ребята из 20 века, они все говорят о некой субстанции жизни. Вот как бы от этого уйти и от субстанции жизни. Или это невозможно? У меня есть свой вариант, который я сейчас не упоминал. То есть все, что связано с темпораментом, оно дает ответ на это. Вот. Кстати, хочу обратить внимание, что это тоже будет субстанциональный подход, по сути? Нет. Это онтологический подход. Вопрос именно... Кстати, я не закончил одну мысль, фразу, или хочу, может, повторить, что для неживого, ну, как тавтология такая, нет понятия умереть. Вот стоит паровоз, он не может умереть. Нет, нет, да. Вот он стоит, вот, и... Его можно разломать, конечно, да. Ну, как стоит... А что значит умереть для него? А, нет, для него, для него нет такого понятия. Есть, конечно, энтузиасты пишут, скажем, нет. Значит, понятие жить-не жить есть только для живого. Ехали там, куда-то там. Если... Для паровоза нет понятия жить-умереть. Ну, только в метафорическом смысле. Вот если, значит, мы берем, опять же, останавливаем организм, это у нас мертвый, получается. То есть, скажем так... Мы останавливаем. Без разницы. Вот лежит труп, умерший, долю секунды назад. Долю секунды назад. Он отличается от живого? Отличается. Плюс мы еще знаем, что теряется количество граммов веса при смерти. Не, ну там же клетки какие-то все равно продолжают жить. Да, это... Волосы растут, ногти растут. Ну, а клетки продолжают делиться. То есть, какие-то клетки еще... То есть, что-то... Как можно и даже живое-неживое? Нет. Ну, отдельная клетка и отдельный организм. То есть, что-то, что-то, в отличие от паровоза, теряется. Что-то есть, что теряется. И, опять же, обращая внимание, мы не можем живой организм полностью описать... То есть, даже, скажем, такое понятие, как состояние организма, бессмысленно. То есть, вот есть понятие состояния механизма. Состояние механизма, мы можем написать уравнение и полностью описать его состояние. И по этому уравнению, скажем, гипотетически, если даже сложный механизм, рассчитать каждое следующее его состояние. То эта технология описания через состояние к организму неприменима. Мы не можем описать состояние и через решение некоторого уравнения описать в состояние другой момент времени. да а здесь не статистически не можем никак не можем из принципе понятия состояния если фантовой механики есть понятие вот есть система в одном состоянии система в другом состоянии и она точно не точно статически на переходит но для организма понятие состояния как таковое вот когда мы описываем все его характеристики нет нет мы просто знаем мы просто знаем что этого нет невозможно потому что огромный ну скажем так если человек что-то делает реагирует на что-то мы его остановили то мы не определим что он делает и что он реагирует по механизму четко всегда ясно то есть всей вся траектория механизма однозначно определена мы условили что мы в момент время после берем сканируем полностью до атома и узнаем все все стоящее почему да мы же знаем всю программу на лице как же станет конкретный момент времени я могу я могу программу взять глазами просмотреть и без процесса понять что то есть еще одно замечание как бы да вот она связана с категориями целые части но я то что вот как раз механизм сводится целый состоит из частей как бы легко записать даже целый свой к своим частям как вы говорите что можно описать на самом деле это если что иной как то что целый свойств к своим частям а в организме если такая интуиция на философии достаточно долго держится что целый не свойств к своим частям но есть некая радость до разобрать они сами собрали сорок не соберешь умрет то есть мы паровоз раза разобрали и собрали остался только сам паровоз что невозможно для живого конечно можно сказать но в целое сверхцело да понимание и и именно благодаря вот этому некому играй бру такому некому них сверхцелому и необходимо размножение как передачи его в поколение то есть механизм мы можем заново с нуля собрать сколько угодно копий да и если и произведен это копия и этим же 3d принтером или собрана руками не имеет никакого значения а вот то что от этого организма воспроизведен именно этот организм это принципиально важно и передается ничто ничто передается то есть некая система которая не укладывается механистическое соединение частей нет нельзя собрать вы можно отрезать можно пришить да не в этом можно пришить это не в здесь вопрос идет о том что жив и пока рука не отмерла она живая то воссоединение связи это не значит ничего паровоз мы рассоединили полностью подождали там сколько угодно он не живой там нет ничего такого чтобы заморозили через через 100 лет неизвестно неизвестно не все я пытаешься это вы говорите о феноменологии на самом деле о проявлении то что там как у нас как-то выглядит и выглядит так у нас только один есть на сути живого нет мы слышим а не как стивилизировать как разный разбора феноменологии вы пытаетесь на чем принципиально отличается что есть вообще в принципе определение живого нету если здесь его не нужно говорить ну и то есть и различие молчать от того что мы будем молчать не означает давайте опять не спадать еще одно замечательно получается мы говорим все время об одном и том что то приводим разные пример а сути то никакой нет все хорошо это все внешнее проявление вы пытаетесь нас вернуть сам чтобы это говорить бессмысленно не бессмысленно просто вы нужно другое найти если можно ввести определение живого есть живое есть не живое изначально уже понимаете что это живое что это не каком основании в этом мы ставим вопрос проблем ставим понимать так проблему вы не проблему ставите вы сразу говорите вот механизм вот человек это живое это не живое это можно хорошо хорошо я ставлю по-другому вопрос вот есть паровоз назовем его икс вот есть кошка на земле игре отличается чем их игре как икс не буду просто еще одно замечание да на самом деле вот она может быть не очень уместная в смысле как бы научного дискурса но если думать на уместный другом смысле на самом деле противоположность между силами добра и силами зла да она проходит как раз по линии различия как несно чего-то считается что все что механистично до что все что разбирается на части все что как бы можно вот так вот описать и проще это относится к стороне тьмы то симана тьма вот она пока кто не не хочешь на дьбу вот именно она как бы в ней все расписано в ней все можно устроить она как-то логически схематично ууканна как-то упорядок а все что касается того вот как бы божественного добра она остается в проценте всегда и никогда невозможно будет его какой-то схемы записать какой-то сущностью указали что-то такое так как-то и раскрыть это противоположие на самом деле она уже даже в религиозном сознании присутствует и когда говорят о боге и беды и указывают на то что вот бог послал как раз организм мир как организм они а дьявол как раз хочет мир мир свести к механицизм кто о чем почему отталкивание и притягивание как положительный отрицатель нет фактически я к тому говорю что интуиция различные механизмы организма не есть нечто такое надуманное это на самом деле ты все постоянно во всех в том числе и религии встречающихся я еще раз попытаюсь более ярко описать картинку по поводу времени время здесь действительно и это теологический подход здесь действительно принципиален и возьмем остановим мир просто делаем мгновенный срез и в этом мгновенном срезе мы не можем отличить механизм от организма все одинаково будет рассматриваем все все вот все чтобы не чтобы вы не рассматривать человек разумный неразумный живой неживой паровоз что не отличаются в едином срезе вот нет то есть тогда вопрос это становится именно так что если вот в этом среде видимо моментом среди это не отличается но мы все-таки как-то их отличаем то этот именно связано со временем что существует некая сущность распределенные во времени не умещающиеся в моментальный срез который дает нам возможность отличить и во-первых отличить а во-вторых может и определяет сущность то есть это нечто то такое что некая сложность которая не вмещается в механистическую сложность сложность структурную то есть есть сложность какая-то структурная да пространственная сложность и значит некая сложность которая не умещается в эту сложность и организм он как бы живет шире во времени то что мы называем душой то что мы называем в событии на антологии темпоральности распределенного времени сложности то есть организм темпорален принципиально темпорален то как только мы рассматриваем его моментальный момент времени срез его структуру вот в структуре он мертв это структура мертвого тела когда у него есть сложность распределенная во времени это организм и для того чтобы и с одной стороны она дает ему некую логичность распределенность во времени он может живет и же и прошлом живет и будущем в отличие от механизма который живет только моментальном срезе и прошлом и будущем живет и в этом есть некий может износ временной какой-то такой принципиальный износ который не обходить и который дает ему не подразвивает необходимость размножения то есть перенос вот этой темпоральной сложности на какие-то под следующие поколения это не может долго во времени тянуться механизм поскольку в каждом адекватен себе в каждый момент времени у без разницы время через год может износиться но тем не менее это износ да это понятен этот износ но это не тот износ который биологически в процессе воспроизведения что-то передает другому организму да ничего не передает что что интересно что в развитии биологического организма в эволюции клетки половые не соматические клетки половая линия клеток и зиготы гаметы гаметы все дольше находится в организме матери то есть если раньше было просто деление да то находится в организме и дольше вынашивается ты что-то передается это принципиальный момент принципиальный момент нахождение внутри организма но для чего-то для чего-то то есть это в природе наблюдается такая особенность у них две матки внутри находятся и они еще акулы там маленькие начинают бороться между собой еще там внутри и там внутри идет уже отбор да они съедают всех остальных и в каждой матке выживает свой шпортной путь ну тоже хорошая неделя за зубами чем-то у них там есть ну подведем некоторый итог то есть все таки все таки хотелось думать что живое живет между рождением и смертью именно и это живет что-то больше значит чем просто механистическое существование и что мы как должны должны ставить перед собой цель определить вот чем отличается это существование живого организма от существования механизма вот даже не назвать существования скажу точнее что действительно живое когда живет одно его волнует собственно жизнь а трактор не волнует да то что то что теологичность прошлое и будущее да и это как ты можешь сравнивать прошлое и будущее и даже неразумно сравнивать прошлое и будущее когда она у тебя есть то что еще не связано в каждом конкретном времени независимо от того будущее не будущее организм волнует живет он в данный момент или нет так это связано это связано именно со временем потому что есть нет некое сравнение то есть механизм не может себя сравнить с предыдущим он просто адекватно абсолютно адекватен с предыдущего и будущего поэтому там сравнивать нечего но ему все равно ему все равно ну как бы субъектность то взяла субъектность нет ну так вот так в кавычках конечно в кавычках вон там что там вообще просто как бы собраны то есть мы должны как-то понимать что программа самомодифицирующаяся и самовоспроизводящая она все-таки не живая конечно понятно интуиция свести жизнь к репликации что действительно вот эволюция задействована на репликации на виды изменений на отборе и это как бы основное с точки зрения биологии биологии и теории эволюции но все больше и больше обращают внимание на организм появляется новый раздел эва-дэва который уже анализирует именно антогенез в большей степени чем непосредственное функционирование либо размножение то есть до сих пор до последнего времени биология страдала тем что она либо занималась сугубо репликацией размножения вот исследовала популяционное движение либо конкретное функционирование вот здесь и сейчас а не занималась очень сложно поддавалось анализу антогенез развития чего происходит что происходит чем программируется развитие и поняв вот это развитие это из живое для летать он в таком случае конечно можно представить машину которая сама себя модифицируют но в данном случае Это, опять же, механистическое модифицирование. В каждый момент времени она может остановиться и функционировать, как и функционирует. А живое, оно только живое, именно в самомодификации, в саморазвитии только и существует. Это есть и принцип существования. Оно не может иначе существовать. Ну да, наверное, все. Давайте.